Подведены и итоги профилактической операции «Розыск». В ее рамках проведены мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавших и лиц, утративших связь с близкими. В ходе рейдов сотрудниками полиции установлены пять человек. Все они находились в федеральном розыске. Среди них есть лица, подозреваемые в совершении тяжких преступлений. Кроме этого, полицейскими при проведении операции определили местонахождение троих без вести пропавших граждан. МВД призывает граждан сообщать в полицию о лицах, вызывающих подозрения и страдающих потерей памяти. Подробную информацию об алгоритме действий можно найти на сайте ведомства в разделе «Розыск». В МВД по республике Адыгея подвели итоги операции «Внимание мошенники». Ее главная задача направлена на профилактику мошеннических действий, совершаемых с использованием мобильной связи и сети интернет. За время рейдов оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные и представители добровольных народных дружин посетили около 3000 организаций, квартиры, частных домовладений. Полицейские проводили разъяснительные беседы и вручали специальные памятки. Необходимо отметить, что особый упор в профилактической работе был сделан на людей преклонного возраста, которые наиболее подвержены преступным посягательствам со стороны аферистов. Активную инициативу стражей правопорядка поддержали представители общественного совета. Так, в городе Майкопе Светлана Дорошенко и Александр Киреев приняли участие в собрании одного из ТОСов. На встрече сотрудники полиции подробно рассказали о наиболее распространенных схемах обмана. Здравствуйте! Региональное вещание на телеканале «Россия-24» с обзором за неделю продолжит информационно-правовая программа «Вести дежурная часть» в студии «Ислам Дахов». Начнем выпуск с информации для населения об ограничительных мерах. Об особенностях службы полиции и распространении фейковых новостей подробнее расскажет руководитель пресс-центра МВД Байзет Гемлешко. На днях в сети интернет полиции Адыгея опубликован пост, в котором МВД обращает внимание граждан на необходимость обеспечения сохранности имущества, настороженного общения с незваными гостями, и это важно. Полицейские продолжают нести службу на улицах населенных пунктов, ведется работа по выявлению и пресечению правонарушения. И так как значительная часть людей соблюдает режим самоизоляции, в сводках МВД наблюдается снижение числа квартирных краж и уличной преступности. Вместе с тем, полиция обращает внимание владельцев торговых учреждений и объектов недвижимости на принятие должных мер по обеспечению сохранности оставленного на время имущества. Это касается и владельцев транспорта. Отсутствие в машине ценностей, использование сигнализации и запертые замки – все это эффективные меры профилактики краж и угонов. Но по-прежнему имеют место факты телефонного мошенничества, а в условиях самоизоляции возможны попытки обмана граждан и при непосредственном контакте. Полиция продолжает реагировать на все заявления граждан. Рекомендуем передавать информацию по телефону 02-102 с мобильного. Важной составляющей является и своевременное информирование граждан. Так, в эфире ГТРК Адыгея в программе «Вести главное» замминистра внутренних дел Евгений Далматов рассказал о мерах, предпринимаемых МВД по профилактике распространения коронавирусной инфекции. На Министерство внутренних дел с первых дней сложившейся ситуации были возложены серьезнейшие задачи по охране как общественного порядка, а также доведение грамотной полноценной информации о сложившейся ситуации. На прошлой неделе в соцсетях появилась информация о том, что в Адыгее 1 и 2 апреля будет проводиться обработка воздуха. Эти сведения опровергнуты ведомством, так как не соответствуют действительности. МВД предостерегает всех от распространения такого рода информации, ведь с недавнего времени 99-м федеральным законом, датированным 1 апреля, введена административная ответственность юридических лиц за распространение фейковой информации. Это статья 13.15. Принят и федеральный закон номер 100, устанавливающий, внимание, уголовную ответственность за распространение под видом достоверных сведений, заведомо ложной информации об обстоятельствах, как представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, так и повлекших тяжкие последствия. Байзет Гомлишко, Сергей Елизаров, Вадим Агарков, Ислам Дахов. Специально для программы «Вести. Дежурная часть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова